У них очень-очень хорошая связь с космосом, со старыми богами, которые были. Завязанные ноги на энергетическом плане. Ничего не говорят мне, но я вижу благодарность. Хорошо, и найди, пожалуйста, фотографию ты видела. Один, два, три. Я нашла. Хорошо, выцепляли в комнату диагностики. Да, она здесь. Хорошо, и даю программу диагностики, полную команду. Разложено количество фантомов, посмотри на предмет затяжек, затемнений, сгустов энергии, воздействий, всевозможных интерференций, магических воздействий, присадок, имплантов, инородных объектов. Все чужеродные низкооперационные энергии проявляются. Один, два, три. Делаешь полную диагностику. Я сейчас разложила ее пофантомно. У нее, конечно, картина не очень хорошая в энергетическом плане. Тела вообще энергетические, все какие-то деформированные, пожеванные. Во всех виден недостаток энергии, во всех видны какие-то сгустки. Вот потрепаны очень, все какие-то даже немножечко дырявые. Но это, конечно, с энергетической точки зрения. Давай сейчас уже конкретно будем смотреть по команде, по присадкам. Хорошо, давай. Появляются на счет три. Все возможные интерференции, присадки, воздействия. Чужеродные низкооперационные энергии. Один, два, три. Я вижу, не представителя. Представитель подземного мира. В биополе. Подселение. Подселение. Подселение его. Вот прямо туда, внутри, по каналу. Три-четыре года. Три-четыре года. Нет, нет, нет. Три-четыре года назад. Именно так, что он уже в биополе вошел. Так. Такое чувство, что он сейчас там управляет и влавствует. Энергии очень много. Очень много энергии запирает. Отсасывает. Вплоть, знаешь, от физического, на всех планах. То есть, то, что я увидела сейчас в самом начале, вот эту разбалансировку на всех энергетических телах, вот благодаря ему, поскольку он владеет в настоящий момент абсолютно всеми телами. Как физически, так и эфирным, астральным, ментальным. Каким образом это сказывается на ней? Ну, не говоря уже о физических проявлениях недуга. У нее постоянный дискомфорт. Вот даже тогда, когда она находится в состоянии покоя, она ощущает внутренний дискомфорт, вот как будто бы на уровне физики что-то ее разбирает. вот это, ее заводит постоянно эмоционально. Вот эти низкие вибрации, которые она вынуждена испытывать сейчас, это все провокации этой сущности. Более того, вот ее менталом владеет сейчас. И ментал, во-первых, сейчас очень узок, но он находится в определенных рамках, как вот законсервированный, поскольку он держит это все в своих руках, ему нисколько не нужно развитие человека, ему нужно, наоборот, его моральная такая мыслительная деградация. А для того, чтобы все биоритмы, вся энергия, все оно шло только вот по его направленной программе негатива, самоуничтожения. Но верхних я вообще не вижу слоев. То есть то, что у нас отвечает за привязку к космосу, там все эти вот отрезали на уровне нижних фантомов, только идет жизнедеятельность. Так, хорошо. Это в биополе уже, да? Да, это я просмотрела, вот биополе и воздействие его на биополе. Описала. Ну, давай я посмотрю еще теперь, просто помимо него какие есть. Посмотрю на магию, если... Из ее детства показывают картину, она еще маленькая. Время такое, ну, естественно, что советское, да? Такое вот... Вот такой простой дворик. В машине нет, людей мало. Я пытаюсь понять, почему мне эту картинку показывают. Мама, сумка метит. На маме все темно. И вот по плечам у мамы стелется вся темнота, все. Мама к маме бежит. У нее... У мамы... Вот я просто сейчас по каналу просматриваю, да? Видимо, это родовое, то, что называется, проявилось сейчас. Мама... На маме очень сильно лежит... Ну, я назову это так, порча, что ли, печать. Но это магическое воздействие на матери. По родовому каналу к матери это все тоже перешло. Она несчастная. У нее на плечах все тяжело. Черно. Она будто скована вся. Выстраивается сейчас род, бабушка. У нее тоже такая картина. Еще вижу женщину. И она... Она тоже поражена тем самым, этой программой. Ну, это какая-то карма рода. Это надо считать сейчас, потому что... Ну, во-первых, она по женской линии вся идет. Мужчин я здесь не вижу. Угу. Сейчас скажу, сколько я человек насчитала вместе с ней. Вместе с... Вместе с... Она пятая. В пятой этой цепочке, Валентина, да. И вот все женщины, на всех лежит вот эта вот печать, темнота. Какой-то груз, понимаешь? Они все между собой по каналу, прям между ними все. Все как будто стоят и за одну веревочку держатся. Такая картина. Так, хорошо, это посмотрю. Дальше. Ну, я вижу лярвы есть. Так, лярва у нее в районе горла. Лярва в груди, на уровне сердца. Живот. Три. Три вежелярва. Горло, сердце, живота. Да. Угу. Так. Все, или что-то еще есть. Ну, пытаюсь сейчас просмотреть еще. Ноги завязаны. Ноги завязаны. Ноги завязаны. Вообще, ноги как будто бы, знаешь, все вот так вот перетянуты. С чем-то связаны, я пытаюсь понять. Но это не эта сущность, которая сейчас воздействует на нее. Хорошо. Причина не эта. Хорошо, я посчитаю, это единицы до трех проявляются все ответственные. Один, два, три проявляются все ответственные. Время замерли. Они неподвижны. Что у меня идет, проклятие, понимаешь, проклятие. Проклятие, причем проклятие по роду, проклятие по роду. Так, это то же самое, вот родовое магическое воздействие, которое здесь. Да, это оно. Это оно, потому что накладывается информация вот именно на эту цепочку родовую. И вот все оно эхом идет, как проклятие. Понятно. Так, что-то еще? Ну, я на данный момент перечислила все, что увидела. Возможно, после прочистки стуки вылезет еще какая-то деталь. Пока вот настолько плотно все, я больше ничего не вижу. Так, значит, с этой программой родовой магическим воздействием. Так, надо ее тогда смотреть. Давай посмотрим и уберем. Первая причина по ленте времени. По ленте времени лента времени раскручивается назад, лента времени раскручивается назад. И насчет 3 ты оказываешься в первопричине в моменте, когда появляется эта программа. 1, 2, 3. Ты в первопричине. Какое-то капище я вижу. Вообще, ну, то есть времена такие давние какие-то. Так, не времена. Так, подожди. Ну, вот выглядит это все вот так вот в славянском обличье, да? Люди, одежды славянские. Ну, капище, не капище. Это вот какое-то такое поле. Но там совершаются, в общем-то, какие-то ритуальные действия. Так, что дальше происходит? Вот все, кто из рода, из рода участвуют, мужчины. Участвуют-то мужчины. Почему на женщин? Участвуют мужчины. Они сильные. У них очень-очень хорошая связь. Как бы вот, я бы даже сказала, с космосом. Возможно, вот со старыми богами, которые были. И сила у них такая истинная, но позитивная, хорошая. Понять не могу, почему, проклятие. Вот даже мне эту картину показывают сейчас. Самый старший, этот мужчина, который у них... Ну, типа, ведун он, что ли, или что? Ну, от слова «ведать». Он из ее рода, из ее. И вот здесь, вот в этой же деревне, ну, как в этой деревне все представляется таким поселением, что ли. Ай, вот это вот ведьма, ведьма живет. Она в темно одевается, ее все боятся. Она на отшибе живет. Как бы изгой в этой деревне она. Но сила ее велика. Сила ее велика, вот они не могут от нее избавиться никак. Она по-всякому вредит вообще всему поселению, всему как противовес вот их чистым энергиям. И у них идут постоянные конфликты, как на физическом, так и на энергетическом уровне. И вот я вот сейчас вижу, как бы у них-то я вижу ритуальные действия. Вот эти мужчины совершают. И мне показывают картинку, как она совершает то же действие. Только она совершает все это же. У нее такая алтарная часть. Показано не в том месте, где они, а вот там лес рядом. Как бы вот за лесочком. И у нее там, он тут черномагические ритуалы. Как бы вот идет очень сильный конфликт. И поскольку самым главным был в этом роду мужчина, который, их предок, который пытался с ними бороться. И силой владел тоже. Она у него и силу вот эту отбирает. И проклятие народ насылает. Но у него дочь две, две дочери. Масочков нет. И все это накладывается на женщин. Все, и потом дочки понесли. Все. Понесли и дальше. Хорошо. Так, давай, приходит тебе понимание, что-то можем здесь переключить, какие-то события в ветве. Нет, тут только разорвать связь. Здесь переиграть эту ситуацию невозможно никак. То есть по времени ее изменить тоже невозможно вообще никак. Просто все растворяется, когда смотрю. И разрубать эту связь здесь и сейчас уже разрубать. Хорошо. Только здесь и сейчас. Хорошо. И давай тогда мы посмотрели первую причину, осознали в чем она. И ты возвращаешься в момент здесь сейчас. Один, два, три. Ты в моменте здесь и сейчас. Да, здесь. Угу, хорошо. Так, и давай используешь высоковибрационный инструмент и отсекаем все эти воздействия. Я ее отсекую, поскольку они у меня все видятся, что они по одному каналу, все идут по одному каналу. Я ее отсекаю от этого канала сейчас. Так? Так, посмотри, у тебя приходит понимание, что наилучшим образом, как сделать. Если у нее пресечется, то и следующий, соответственно, тоже отсекутся от этого канала. У меня идет, идет вот такое, знаешь, я прикасаюсь, а у меня канал начинает возгораться. И вот все, кто стоит вдоль этого канала, у них у всех этот канал отсекается. Да, но он не отрезается, он как бы вот возгорается и перегорает канал. Хорошо, давай, перегорает канал. Безвозвратно полностью. Есть это, они сейчас встряхивают руки, они встряхивают все, и вот все, кто стоит за ней, у них вот такое облегчение наступает. Вот я их сейчас всех вижу, ничего не говорят мне, но я вижу благодарность их, что облегчение. Да. Хорошо. Все, так, с этим мы разобрались. Так, сущность, посмотри, пожалуйста, подземный мир, сколько герц у него? Семерка. Семерка, это кто есть? То бишь... Глаза у него красная. Так, это демон, да, правильно? Да. Так, и... Так, там надо как минимум вывести из биополя. И... Да, у тебя приходит понимание, мы его вот сейчас сможем, например, вот этими лярвами приманить, вывести, и потом его под технологию дальше с ним, понимаешь ли? Да. Хорошо. Давай я сейчас предложу ему забрать всех лярв. Ну и дальше дай мне тогда время, для того, чтобы я смогла его вывести. Хорошо, давай действуй по технологии. Хорошо. Все, так, посмотри еще раз. Там с этим, с ноги, да, завязано, это было воздействие, то, которое мы убрали. Воздействие по родовому каналу, завязанные ноги на энергетическом плане, да, это воздействие сейчас ушло. Перетяжки нету, и ноги, ты понимаешь, да, родовой канал, вот он идет там, как бы через ноги, все. Ну, перетяжки нету сейчас. Но на физике я тебе хочу сказать, что поражение все равно есть. Ну, понятно. И физический план, конечно, исправить крайне трудно, когда это все уже приведено к такому вот, к таким последствиям. Хорошо. Ноги чистые, места лярв чистые, то есть лярв нет сейчас. Сама биополе чистое, но его нужно выравнивать энергетически. Хорошо, давай посмотрим, сколько может выдержать ее, да, так скажем, астрал энергии. Понимаешь, тут тоже, во-первых, сущность была, поэтому нужно энергии сейчас взять потоком так, чтобы выдавить изнутри формы энергетических тел, чтобы они перестали быть деформированы. Поэтому энергии все равно придется подкачать максимально для того, чтобы выровнять хотя бы саму структуру. Вот, закачивать сейчас будем 250. Цвет? Цвет фиолетовый, синий, голубой. Все цвета пошли, Никита, все. Все зеленые, желтые, оранжевые. Во все фантомы всех цветов 250, да? Да. Хорошо. И во все фантомы всех цветов 250% энергии пошло один, два, три. Сейчас идет энергия, она заполняет изнутри все тонкие тела, надувается и распрямляется, обретать четкие контуры. Когда будет готово, скажешь. Есть, готово. Есть, хорошо, и вибрация. Вибрация 16. 16 Гц. Один, два, три. Пошли вибрации до 16 Гц поднимаются. Синхронизируешь. Синхронизируешь энергии вибрации. Есть. И выставляешь защиту. Сколько процентов засчитывает цвет? Защиты также 250. Выставляем белый, белый фиолетовый. И 250 пошло защиту 111-123, белый фиолетовый. Каркас есть. Сейчас структурируется вокруг защитное поле. Есть. Так, хорошо, защита установлена. И давай возвращай тело в ее квартиру, которую... КОНЕЦ Вcartан КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok